Атмосфера на Иволге Бывают стендапы удачные и неудачные, но у самарских СМИ всегда все хорошо. Даже такие стендапы у них получаются очень милыми. Спасибо большое, что вы нас радуете. Спасибо вам большое. Ну вот, собственно, человек помог мне сделать стендап. Начиная с подъема, участникам форума есть чем заняться. Свободное время – большая редкость. И даже сильная жара не помеха для тех, кто привык вести активный образ жизни. Тренировки на свежем воздухе и в хорошей компании определенно приносят пользу и духу, и телу. Давай! Отдыхай! Мы в стенке занимаемся. Видите, тут тенечек, все хорошо. Поэтому нормально все идет. Более спортивная молодежь готова к этому всегда. Спорт – это часть нашей жизни, неотъемлемая часть нашей жизни, которая, безусловно, очень важна, полезна. И если спорта не будет, то и нас не будет. И мы не сможем дальше функционировать и достигать каких-то результатов. Форум Иволга – клондайк идеи и разнообразных площадок. Можно сказать, кто во что гораст. Мострюковские озера превратились в волшебный городок, где соседствуют несовместимые на первый взгляд вещи. Одни разрабатывают роботов, другие варят сыр. Этот сыр называется халуми, его родина Кипр. Сыр тем интересен, что его можно пожарить. То есть его можно пожарить на гриле, либо просто на сковороде. У него высокая температура тепловой обработки. Он замечательно сочетается с огурцом, либо с перцем, с болгарским. Вот с лимончиком. Очень вкусный сыр. На Иволге участники очень устают. Кто-то занимается физическим трудом на тренировках, кто-то умственным. И тем и другим, может несказанно так повезти, можно прийти и даже помимо обеда или ужина попробовать вот такие потрясающие канапешки с сыром. Вообще очень круто. Не хочется уезжать. Осталось всего же два дня. Спасибо вам огромное, малая родина. Я из смены патриот, но малая родина рулит. Круто, мне очень понравилось. Недовольных лиц на улицах Иволги днем с огнем не сыщешь. Каждому из тысяч участников отыщется занятие по душе. Для любителей водных видов спорта весь день открыт доступ к катамаранам и лодкам. Ребят объединяются в команды и устраивают заплывы. Для тех, кто далек от спорта, интеллектуальные сессии. Поговорить о политике и порассуждать на философские темы к молодежи приехал депутат Госдумы Александр Хинштейн. Беседой остался доволен. Говорит, что многие идеи ребят будет использовать в работе. Молодежь, ребята, они не зашорены, они не зомбированы. Это не какие-то, так сказать, андроиды, идущие вместе чеканной походкой. Это современные люди с разными взглядами, но мыслящие, живые. И каждый из них хочет что-то изменить. Сделать красоту своими руками, отдохнуть в тени беседки и поболтать на отвлеченные темы. Мастер-классы по гончарному, кузнечному делу, резьбе по дереву и стеклянной мозаике. Вот вам и сувениры, которые можно забрать домой в память об Иволге. У нас есть стеклянная мозаика, есть вот такие вот кусачки, которые мы откусываем. Потом у нас есть монтажная сетка, туда подкладывается эскиз, полиэтилен, чтобы у нас ничего не приклеилось. Какая-то мусорка и клей. Все это приклеивается в каждый кусочек по отдельности, чтобы не было в швах клея. А потом уже, когда готовое изделие будет, и вам нужно будет его на стену прикрепить, или на столешницу монтируете, вы это все замазываете или цементной замазкой, или эпоксидной. С заходом солнца Иволга превращается в настоящий молодежный лагерь, театрализованные представления, дискотека и конкурсы. Получить звание мистера и мисс Иволга хотели многие. Старались продемонстрировать себя с лучшей стороны. Креативили, выдумывали, зажигали зал и срывали аплодисменты. Ребят, можно автопом? До закрытия молодежного форума Иволга осталось всего пара дней. Участники хоть и устали, зато впечатлениями запаслись на год вперед. Большинство из них обязательно вернутся на форум в следующем летом.